Здравствуйте. Следующий урок — компоненты. Компонент — это основной объект в 1С Bittrex, который реализует определенный функционал сайта, например, меню, список новостей, список товаров с добавлением товара в корзину, оформление заказа с отправкой писем и так далее. Компонент состоит, собственно, из компонента, контроллер или логика компонента, шаблона, представления. Компонент с помощью API одного или нескольких модулей манипулирует данными. Шаблон компонента вводит эти данные на страницу. Также есть комплексные компоненты. Они решают немного другую задачу. Их мы рассмотрим в следующем уроке. Практически все элементы в наших шаблонах — это компоненты. От меню и авторизации до текстового блока с адресом. На страницах сайта также компоненты — список новостей, мероприятий и так далее. Компоненты доступны к размещению в визуальном редакторе. Давайте создадим тестовую страницу. Справа в меню «Компонент» мы видим доступные компоненты. Здесь синим обозначаются комплексные компоненты. Давайте разместим компонент меню. И рассмотрим код вызова. В данном случае здесь используется метод includeComponent объекта Application, в которой передаются некоторые параметры. Первый параметр — это наименование компонента, которое состоит из двух частей — битрикс и меню. В данном случае битрикс — это пространство имен, в котором лежит компонент меню. Второй параметр — это наименование шаблона. Если передается пустой параметр, то значит используется дефолтный шаблон по умолчанию. Третий параметр — это массив входящих параметров, которые используются в работе компонента. И четвертый параметр, который используется здесь, он используется при работе компонента в составе комплексного. Компоненты расположены в директории битрикс-компонент. Здесь указывается namespace битрикс — пространство имен. Стоит подчеркнуть, что можно создавать свое пространство имен и работать со своими собственными компонентами. В namespace битрикс располагаются типовые или стандартные компоненты. Стоит также сказать, что нельзя вносить изменения в компоненты и шаблоны, которые расположены в этой директории, потому что компоненты обновляются разработчиками 1S Bittrex, и внесенные изменения будут потеряны. Также при изменении в этой директории проект может быть снят с поддержкой компании 1S Bittrex, и также усложняется поддержка проекта. Итак, рассмотрим структуру компонента на примере компонента меню. Здесь стоит отметить несколько файлов. В данном случае файл description.php. Он содержит в себе название, описание компонента и его положение в дереве размещения в визуальном редакторе. Откроем его. Здесь содержится массив, в котором есть наименование компонента, описание и размещение в ключе path. Здесь используется функция getMessage. Это тот же самый механизм, который мы рассмотрели в шаблоне сайта ланговых файлов. Есть директория lang, в которой содержатся языковые файлы. Давайте откроем компонент на редактирование. И здесь мы видим, выводится наименование компонента, его описание. Эти языковые файлы содержатся в ланговых файлах. Итак, далее, что мы видим в редактировании, это мы видим параметры, передающиеся в компонент. Параметры хранятся в специальном файле. Это файл параметров.php, кроме его. Здесь в массиве параметров содержатся все параметры. Стоит отметить, что у каждого параметра есть определенные настройки. Например, имя параметра, тип параметра, значение по умолчанию, значение, передаваемое в сам параметр. Давайте рассмотрим пример параметра root menu type. Наименование передается из лангового файла. Тип list. И значения берутся из массива, формируемого выше. Давайте откроем редактирование и увидим, что это тип меню для первого уровня. В данном случае это список нескольких значений. Значения берутся из массива rmenu и тип list. Далее следующий файл — это файл component.php, в котором содержится логика компонента. Давайте его откроем. Это основной файл, который содержит логику оперирования данными через API. Компонент получает список параметров из массива rparams. Здесь происходит обработка входящих параметров. Используется API. И как результат формируется специальный массив rresult, в котором хранится результат работы компонента. Следующее, что хотелось бы отметить — это папка templates. В ней хранятся шаблоны компонента, кроме ее, с соответствующими наименованиями. Дефолтный шаблон. Давайте откроем его. Это системный шаблон, который подключается, если мы не укажем конкретное наименование шаблона. И, соответственно, файл template.php — это основной файл, отвечающий за вывод информации. Здесь мы видим, что идет работа с массивом rresult, который формируется в файле component.php. И происходит вывод данных в верстку. Также могут быть другие файлы. Давайте рассмотрим на примере другого шаблона vertical multilevel. В данном случае это файл описания шаблона description.php. Также папка с языковыми файлами, используемая в шаблоне стиле, style.css скрипты, script.js и любые другие файлы, которые необходимы в работе шаблона. Стоит отметить, что файлы script.js и style.css подключаются автоматически. Также папка templates в компоненте может отсутствовать. В том случае, если у компонента нет вывода, также у компонента могут быть любые другие папки и файлы с ресурсами, необходимыми компоненту, например, папка images, в которой хранится иконка компонента. Итак, компонент состоит из ряда файлов и разделов. Часть файлов обязательно. Сам компонент отвечает только за логику. Соответственно, в нем не должно быть никакого html. шаблон отвечает за представление, формирует вывод в виде html, и в нем не должно быть никакой логики. Компонент получает входящие параметры из массива rparams и формирует итог работы в массив rresult. Если у компонента имеется визуальное представление, то подключается шаблон, и в него передается результирующий массив rresult, на основании которого строится вывод информации. Давайте внедрим компоненты в наш шаблон, проанализируем, какие компоненты будут в шаблоне. Меню — верхнее, левое, нижнее меню, строка поиска, авторизация, цепочка навигации. Для этих элементов есть стандартные компоненты. Также компоненты, выводящие динамическую информацию из информационных блоков, такие как новости, слайдер, мероприятия, отзывы. Их мы рассмотрим в следующих уроках. Включаемые области — это возможность редактировать определенные части в шаблоне через визуальный редактор. Это позволит администратору сайта без привлечения разработчика заменить, например, номер телефона или режим работы. У нас будут несколько включаемых областей. Это логотип, телефон, время работы, телефон в футере, адрес в футере и копирайт в футере. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...